Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, когда я появляюсь в этой студии, значит, разговор пойдет о футболе. И эта встреча наша не исключение. Начнем мы с российского чемпионата. Входит он в финальную свою стадию. Как бы мы ни ругали наш футбол, как бы ни говорили о том, что много нам не нравится в нем, но все равно другого у нас нет. Поэтому мы следим, любим и, конечно, болеем за клубы, за хороший футбол. Тем более, когда вот такая острая борьба за чемпионство сейчас идет между питерским клубом и московскими клубами. Зенит сейчас возглавляет эту гонку. И, наверное, это справедливо. Многие эксперты, футбольные аналитики замечают, что, конечно, тот футбол, который демонстрирует Зенит, да и вообще по своим возможностям, по своему потенциалу, конечно, это клуб номер один. И думаю, что сейчас, да еще там новый тренер так пришелся ко двору, Виллаж Бош, португалец, что одерживает он одну победу за другой. И вот сбить его с этой такой поступи, наверное, смогут какие-то чрезвычайные обстоятельства. Хотя график не такой простой у Зенита. И будут очень серьезные матчи впереди, которые, собственно, и решат. Даже вот в этих очных каких-то в очных встречах, да, там претендентов, наверное, это самое справедливое, когда решается, кто лучше. Локомотив московский, который такой в засаде сидел практически весь этот сезон. И очень много критических стрел было в адрес этого клуба. И тренер опять менялся. Но вот из этой засады они выскочили. И тоже, если бы не обидные осечки, которые у них произошли уже вот в финале, там ничейные матчи, которые они, конечно, должны были выигрывать, где они потеряли очки, то, в общем, наверное, Зениту трудно было бы железнодорожников обойти. Но вот собственные ошибки не позволили сейчас Локомотив идти на первом месте. Но шансы, естественно, остаются. Так же, как, в принципе, остаются они у армейцев, которые тоже набирают очки. Иногда это делают со скрипом, но все-таки набирают. Вот тот кризис, который был в команде, и когда уже предрекали уход главного тренера, ну, все-таки как-то пережил ЦСКА и остается в тройке, в тройке лидеров, продолжая претендовать на даже, можно, и золотые медали в том числе. Не выдержали гонки московские динамовцы, которые, да, неожиданно совершенно начали вдруг терять очки, при том, что демонстрировали вроде неплохую игру. И, конечно, по своим кадровым возможностям клуб потенциально очень сильный. И, конечно, вот такая игра, как с Териком, когда там клуб уступает, ну, сейчас объективно не самому сильному клубу в российской премьер-лиге, ну, конечно, говорить о том, что клуб может на что-то претендовать, ну, трудно. Тоже поменялся тренер в московском Динамо. Не знаю, может быть, и поспешили. Хотя, конечно, может быть, если говорить с точки зрения перспективы, надо было менять именно сейчас, чтобы клуб уже доиграл, все равно. Особых возможностей там чего-то добиться нет. Но уже потихоньку-потихоньку новый тренер думал бы и о межсезонье, о том, как команду усиливать, как ее тренировать, как подводить к следующему сезону. Может быть, в этом есть логика. Ну, а, кстати, о выборе вот этой тактики, как менять тренера, в кого назначать, мы еще поговорим в следующей части нашей программы, когда будем говорить о Манчестер Юнайтед, где поменялся тоже тренер. И, в общем, нелегкие времена, не самые лучшие времена в этом клубе, который многие любят и в нашей стране в том числе. Что касается аутсайдеров. К сожалению, Анжи Махачкалинский, который в период, когда чемпионат только начинался, ходил просто в фаворитах, многие там рассуждали, сможет Анжи или нет завоевать золотые медали. Все так было радужно. И, в общем, самое начало сезона оказалось просто трагическим для клуба, для болельщиков, для вообще северокавказского футбола. Ну, вот мы с вами уже много говорили о судьбе Анжи. И сейчас команда, кстати, которая демонстрировала очень неплохой футбол в последних играх, играет в ничью с сильными клубами, здорово играют те, кто пришел в команду и в последнее время, да и те, кто выступал раньше. Кстати, в Лиге Европы очень неплохо себя зарекомендовал этот клуб. В то время, как он боролся за выживание, с маленькими перспективами на то, чтобы выжить в Премьер-лиге, в Лиге Европы показывал вполне приличную игру, боролся с такими европейскими середнячками. В общем, не посрамил российского футбола, прямо скажем, на этом уровне. Ну, во всяком случае, для команды, которая занимает последнее место в Российской Премьер-лиге, выступил очень достойно. Но чудо может спасти Анжи. Думаю, что чудо не произойдет. И, скорее всего, этот клуб покинет Российскую Премьер-лигу. А вот что будет дальше с ним, это уже вопрос к тем людям, которые владеют командой, которые будут ее финансировать, которые будут решать, жить этому клубу или нет. А если жить, то какое жалкое существование он будет влачить, вылетая постепенно из Лиги в Лигу. Либо действительно там наберется сил, вернется в Премьер-лигу, либо будет играть в Высшей Лиге. Посмотрим. Это, конечно, в руках тех людей, которые сейчас, собственно, своими руками устроили сначала весь этот бум Махачкалинский, который на весь мир прозвучал. А потом устроили БЭМС, я бы сказал, который тоже прозвучал на весь мир. Интересно, интересно, что будет дальше, интересно, как будут развиваться события в верхней части таблицы. Наверное, это сейчас вот тот период в российском чемпионате, когда в основном следят все-таки за теми клубами, которые хоть как-то мотивированы на борьбу. Ну вот за этим и будем следить. Ну, в следующей части нашей программы, я уже проанонсировал ее, мы поговорим о зарубежном футболе, о клубном футболе зарубежном, ну и, конечно же, о том, что происходит в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед